Парат, скажи, пожалуйста, на каком основании мы закрыли отряды Путина? На каком основании? Друзья мои, я должен вам же сказать, ну вы же помните, кто к нам пришел, помните, да? Этот человек, которому у нас не было бы, как бы, это самое, не было оснований, так сказать, сомневаться в его честности, пришел и сообщил, что Владимир Владимирович Путин через главу своей администрации, господина Вайна Антона Эдуардовича, вызвал, типа, его и попросил, чтобы он приехал к нам и попросил закрыть отряды Путина, так как сейчас уже не время. У нас не было причин не доверять этому человеку. Откуда я знал, что авантюристы пользуются, авантюристы всякие, самозванцы будут пользоваться именем Путина и Вайна, главы его администрации? Я же тоже этого не знал. Че, мы тоже, тем более этот человек нам всем хорошо известен. Вот пришел, так сказал, дальше что? Вот так и получилось. Да, верим. Морозак Путин, а кто приходил? А вот кто приходил, когда Вайна захочет это узнать, я сам ему как-нибудь и сообщу это имя. Потому что здесь сейчас говорить, во-первых, миллионы людей не поймут, как это так получилось, и во-вторых, мне не нужны ни мне проблем, ни ему проблемы, елка зеленая. Но я считаю, что он поступил крайне непорядочно, прикрывшись именем главой администрации президента. Вайна, наверное, ни сном, ни духом. А сам Владимир Путин только сидит, наверное, и мечтает, как бы закрыть отряды Путина, понимаете? И если бы не их мелочность, которой они здесь начали заниматься, мы бы вообще по сей день не поняли, вы понимаете? А он же пришел и нам что сказал? Давайте вот так-то, так-то надо сделать, и все репрессии против вас заканчивают, и все. Мы, значит, сделали, а они никак не прекращались. На тему три дела, вы же сами помните, Влад там это подлетел, в офис, все не закончилось, да. Вот поэтому, ребят, я виновен, я свою вину не снимаю здесь, да. Где-то мы просмотрели. Доверились. Доверились. Он прикрывался именем Путина, получается. Мы полерились. Вот хорошо. Поймите правильно. Если бы мне такие люди такого уровня не сообщили о том, что Владимир Путин хотел бы, чтобы мы приостановили или прекратили свою работу, мы бы никогда ее не приостановили. Этот человек прикрылся, еще раз повторяю, именем Путина и именем главы администрации президента, господином Вайна. Вот и все. Я это говорю вполне себе основанно, да. Тебя обманули. Надо срочно открывать отряды Путина. Правильно. Возрождали. 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 И никому не верили. Я такой же человек, как и вы. Меня тоже можно обмануть. Что делать? Нет. Но если вы считаете, для меня не вопрос. Я тоже считаю, что, к сожалению, обмануть можно кого угодно, в том числе даже меня. Значит, надо открывать. Значит, мы будем их открывать. Вот открываем. Все понял. И на сегодня, Марат, ты должен извиниться перед Путиным за то, что доверился вот таким самозванцам. Мошенникам, можно сказать. Я обязательно извинился. Я обязательно извинился. Для меня извиниться. Если я ошибся, несложно. Обязательно извинился перед Путиным. Что уж там надо. Если виноваты. Мы, если виноваты, мы всегда извиняемся. Тогда давайте сделаем так. Садитесь и пишите сейчас заявление. А не надо нам... Вы поняли? Нет, они вокруг. Все, садитесь. Я делаю. Я делаю. Сейчас говорим. Это я.